Ты любишь Pink Floyd? Сейчас эта группа нам что-нибудь споет. Это песня? Вы знаете, о какой песне я сейчас говорю? We don't need no education. А дальше произошла катастрофа. Что делать, когда ты выпустил самый лучший альбом десятилетия? Это было давным-давно, еще в школе. Может быть, еще раз? Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! Здрасте-здрасте всем! Александр Пушной зовут меня, и вы находитесь у меня на канале. Сейчас будет небольшой, нет, большой социальный эксперимент. Я хочу попробовать вам рассказать в этом видео про то, как я встретил, полюбил и живу с, до сих пор, с группой Pink Floyd. Это, конечно, не культурологическое исследование. Это никакая историческая справка или не исторический фильм. Это вообще мое личное отношение к этой группе. Субъективные заметки о конкретном музыкальном коллективе. Поехали! Если вы знаете, что такое Pink Floyd, класс! Если вы не знаете, что такое Pink Floyd, бегом сначала послушайте, о чем мы будем говорить, а потом приходите сюда опять. Значит, если спросить человека моего возраста, что такое группа Pink Floyd, он, наверное, скажет, это... Тот самый позывной. Который является, по сути дела, визитной карточкой этой группы. Кстати, Гилмор сам рассказал, как он, собственно говоря, придумывал этот замечательный позывной. Они сидели, что-то играли в ля-миноре. Ну, баловались. Потом он говорит, случайно, может, он чихнул. Эм-ши! Ух ты! Вот так было? А я потом что сделал? А потом? О, клево! Роджер! Мэйсон! Короче, позвал всех своих друзей из группы Pink Floyd, и они записали песню. Вы знаете, о какой песне я сейчас говорю. Песня называется Shine on a Crazy Diamond. А помнишь, ты был молодым? Ты сиял, как солнце? Сияй, сумасшедший бриллиант. Думаю, ну ладно, спели-спели. Now there are a look in your eyes. Давай посмотрим твои глаза. Like black hole in the sky. Они как две черных дыры в небе. Shine on your crazy diamond. Ёлки-палки. А про что они поют? Я подумал тогда. Стоп. Про кого-то они поют? И вот тогда я решил задуматься. А ведь если они так поют добро о каком-то человеке и с таким чувством, значит, наверное, что? Значит, он много значил, этот человек в группе. Оказалось, действительно, они поют не просто о своем каком-то человеке, который с ними был вместе, а они поют о том самом Сиди Барретти, который и, собственно, родил Пинк Флойд и придумал это название, и был тем человеком, который написал полностью весь первый альбом. То есть вот это все было придумано в честь этого человека. А что сам этот человек придумал? Почему про него мы так мало знаем? Мы знаем про Пинк Флойд, знаем, что они поют Шайный Крэйзи Даймонд, а первый альбом кто-нибудь слушал из нас? И вот я решил быстренько побежать и найти. Это было давным-давно еще в школе. Я обнаружил, что этот первый альбом содержит в себе очень, по сегодняшним меркам, может быть, и не очень, да, но по тем меркам удивительные тренды. Например, мой любимый трек называется «Интерстеллар Овердрайв». Как он начинается? Давайте послушаем. Вроде все понятно, все круто, все здорово, да? Идет какой-то риф. Да, клево. Ага, сейчас, наверное, будет песня. Кайф. Вот, вступление пошло отлично, здорово. Сейчас эта группа нам что-нибудь споет. Куплет и припев того самого Сида Барретта. Но стоит прослушать это произведение еще несколько секунд, и вдруг мы попадаем вот во что. Это тот же трек. Вот как себя чувствует в этот момент обыкновенная английская какая-нибудь домохозяйка, которой подарили современную группу на прослушивание, чтобы она вниклась в современное искусство тех лет. Это песня? А где куплет? А где припев? Вот я, простая домохозяйка Великобритании 1967 года. Вот мне это дали послушать. Как вот это танцевать? Как вот это петь? Вообще, шо это такое? 1967 год. В этот момент, да, было куча экспериментов, в том числе битлы, да, они свой Сержин Пеппер записали, все здорово, все хорошо, но там все-таки были песни. Там были Lucy in the sky with diamond, были Lovely Rita, все другие там. Сержин Пеппер's Lonely Hearts Club Band можно было подпевать. А это что? Даже в 2021 году какой-нибудь убитый на голову акционист может намазать себя клеем, кататься по листве осенней, подставить этот трек, и все скажут, ничего себе современное искусство. То есть даже в 2021 году это звучит, ну скажем так, интересно. Вы можете себе представить, как сорвало башни всем тем, кто послушал это, можно сказать, больше 60, а может 70 лет назад? Это же что? Это музыка? Или это не музыка? Короче говоря, тот самый Сид Барретт оказался человеком, который вот это все, по сути дела, придумал. Он начал играть на музыкальных инструментах не как на музыкальных инструментах. И он, собственно, и родил Pink Floyd как группу, которая, собственно, ну да, была родоначальником того самого психодела, как сейчас его называют, психоделического направления. Я вам говорил, что мой интерес к группе Pink Floyd возник после того, как я задумался над текстом песни Shine On Your Crazy Diamond. Получается, что если бы я не знал английский язык, я бы никогда не узнал, не рассказал вам, кто такой Сид Барретт, и какой вклад он сделал в развитие не только группы, но и искусства в целом. Это я к чему. Учите английский язык. Как минимум для того, чтобы понимать, о чем поют наши любимые исполнители. Сейчас много разных школ английского языка, но я хочу рассказать вам об онлайн-школе Skyeng. После регистрации на сайте вы сможете заниматься в удобное для вас время из любой точки мира, учиться по персонализированной программе, преподаватели всегда готовы обсудить и проработать актуальные темы, общаться с носителями языка и выбирать темы и материалы для изучения, которые интересны именно вам. А по промокоду ПУШНОЙ вы получите скидку 15% на пакеты от 8 занятий до 25 ноября. Переходите по ссылке, она уже в описании, регистрируйтесь и учитесь даже на удаленке, чтобы в следующий раз тексты песен переводить не пришлось. А что же с ним стало дальше? А дальше произошла катастрофа, потому что этот человек, который, собственно, написал все песни на этом альбоме... Нет, там были, конечно, песни со словами, вот давайте послушаем мою любимую песню, которая называется «Байк». Очень нестандартно построена и гармония. Ну, слова я сейчас переведу вам по-быстрому, но там тоже есть над чем задуматься. Послушайте. Очень какая-то нестандартная квадратура. Да, есть все песни на этом альбоме, ну, скажем так, странноватые даже для сегодняшнего уха. И этот человек, который в голове своей все это, собственно, родил и выдал в группу, группа это все сыграла, и они записали все эти, получается, сколько песен у нас, все эти там 11 песен и выпустили альбом. И этот альбом всем взорвал мозг. Что делать, когда ты выпустил самый лучший альбом десятилетия? Ты едешь в города и выступаешь. Выступил, поехал в другой город. Поехал в третий город. У тебя впереди жизнь Иванушек Интернешнл, когда в 60 лет ты начинаешь петь «Кукла Маша, кукла Даша» и улыбаешься. Но Сид Барретт оказался удивительным парнем. Он абсолютно это не воспринял. То есть они поехали в Америку. В Америке есть телевидение. На телевидении нужно выступать. Как выступают на телевидении в Америке? Правильно. Врубают фонограмму. И открывают рот. Они прорепетировали. Сид Барретт только что все попробовал. У него получилось, он смеялся. Они запускают фонограмму. Сид Барретт стоит и не шелохнется. Они спрашивают, Сид, все нормально? Да. Может быть еще раз? Он говорит, да, еще раз. Порепетировали. Еще раз. Мы снимаем. Поехали. Опять Сид Барретт стоит и не шелохнется. Он не очень понимал, зачем ему это нужно. Зачем нужно ехать куда-то, рот открывать. Почему это нужно делать под фонограмму. Короче говоря, он потихонечку стал сопротивляться этому миру, который его принимал. И говорил, давай, давай, мы тебя хотим. Делай одно и то же. Выступай 500 раз. Все будет здорово. И он потихонечку стал баловаться ЛСДшкой. ЛСДшкой, вы знаете, это есть такой наркотик. Наркотики это говно. Наркотики это плохо. Сид Барретт этого, видимо, не знал. И переупотребил настолько в себя этого много, что он спалил себе весь мозг. Вот эта вот фраза, like black holes in the sky, твои глаза как черные дыры в небе, это было написано как раз уже ребятами, когда они видели его со стороны. Он выглядел очень страшно. И видно было, что они его теряют. Но он же был человек, который придумал весь первый альбом. Как можно было его отпускать? Этот человек, который полностью владеет материалом. Дальше Пинк Флойд, как теперь вы уже знаете, возродился с новыми, значит, членами. По сути дела, пригласили они Дэвида Гилмора на замену Сида Барретта. Совсем забыл сказать, что какое-то время Сид Барретт и Дэвид Гилмор выступали в группе совместно. Группа еще надеялась, что Сид, которого они все очень оценили, придет в себя. Изначально Дэвид был приглашен для подстраховки. И Дэвид Гилмор говорил, что были концерты, когда он играл все за Сида, а Сид стоял рядом просто, ничего не делая, смотрел на Гилмора, и в нем даже не было никакой зависти, никакого отторжения. Просто он стоял на сцене, опустив руки, не играя на гитаре ничего. Иногда он играл на гитаре один аккорд на концерте, вот так. И иногда брал и расстраивал гитару в процессе игры. Ну, кстати, люди, которые любят психодел, считали, что это классное выступление и, в общем-то, аплодировали, считали, что так и надо. Потом произошла такая ситуация, что ребята отделились, они просто как-то утром, поехав на репетицию или на концерт, просто не заехали за Сидом. Сид, по-моему, этого особо не заметил. Они сказали, Сид, давай так, ты будешь сидеть, писать песни, а мы будем выступать. Но Сид и с этим не справился. Он, в общем, заперся, как рассказывают, в каком-то доме, начал снимать его, просто жил на матрасе, красил вокруг себя пол таким образом, что он закрасил вокруг себя все и не мог выйти. И продолжал эксперименты, опять же, с наркотиками. И он еще в себе что-то мог сделать. И он выпустил еще два альбома. Конечно же, я имел в виду два сольных альбома, потому что группу Pink Floyd Сид покинул в 1968 году. Они были очень странные, потому что в нем уже рассыпалось сознание. Он сидел, играл какую-то песню на гитаре, на записи, потом останавливался, переворачивал страницу, продолжал играть. Они просили, а давайте сделаем дубль. Он начинал играть эту же песню совершенно другой формы. Другой куплет, другой припев, длина куплета изменялась на ходу, длина припева изменялась, тональность изменялась. Люди не могли понять, что происходит. Но он постепенно, постепенно, постепенно изнутри разлагался. И разложился до такой степени, что однажды, это произошло уже в конце 70-х годов, он просто, можете себе представить, в Лондоне снимал гостиницу, у него были деньги, ребята ему платили деньги от Royalty первого этого самого альбома, автором которого он был целиком. Он просто вышел на улицу в Лондоне и пошел домой в Кембридж, пешком, 98 километров. Он пришел домой, у него все ноги были в кровавых мозолях, и в общем там он еще прожил 40 лет. А что произошло дальше? Вообще в жизни редко так бывает, но в данном случае это тот пример как раз. Человек умер, но тело его продолжало жить. То есть он как гений полностью выжег себе все мозги кислотой, ничего уже придумывать не мог, понимал это, наверное. Ну, до суицида, к счастью, не докатился, а просто превратился в обыкновенного человека, и более того, он немножко, наверное, все-таки головой поехал, но не настолько, чтобы стать сумасшедшим, и его положили в клинику. Как раз во время записи вот этого вот альбома, «Wish you were here», да, где было то самое. В 1975 году ребята писали уже этот альбом в студии, и вдруг они увидели, что пришел какой-то человек. И они говорят, это кто? И вдруг они с ужасом узнали, что это был Сид Барретт. Сида Барретта не узнал никто из четверых. Они посмотрели, он был лысый, у него были выбриты брови, он весил ровно в полтора раза больше, чем был раньше, и у него были абсолютно бессмысленные глаза. И они стали рыдать еще сильнее, потому что они поняли, что Сида нет больше. То есть тот Сид, который придумал этот альбом, который придумал группу, который им дал возможность двигаться дальше и собирать эти стадионы, его больше нет. А есть просто туловище. Туловище очень такого неопрятного человека, который продолжает жить дальше. И Сид Барретт прожил еще 40 лет, и умер в 2006 году, когда уже, собственно, группа-то развалилась. И меня так это поразило, что, на самом деле, когда тебя спрашивают, ты любишь Pink Floyd? Надо спросить, а какой? Оказывается, Pink Floyd два. Первый Pink Floyd Сида Барретта, и второй Pink Floyd, да, ну, можно сказать, это Дэйва Гилмора. Второй Pink Floyd мы все знаем. Да, вот эти вот большие стадионы, потом у них была куча хороших альбомов, у них был прекрасный альбом Dark Side of the Moon, у них был великолепный альбом в Ищу Ихи, у них была, конечно же, та самая уже такая серьезная. We don't need no education. Они превратились в ту группу, которую сегодня можно назвать талантливой, но они перестали быть гениальными. Да, они прекрасно описывали несправедливость мира, они прекрасно описывали то, как человек внутри борется сам с собой, они прекрасно описывали одиночество, несправедливость. Вот в этих своих современных песнях, которые нам нравятся. Но это не были песни какого-то потустороннего полета мысли, которые были у Сида. И когда вы послушаете первый альбом, вы поймете, там что-то странное. Когда вы послушаете последний альбом из Сида, вы поймете, что там что-то уже не просто странное, а что-то на грани с безумием, но безумием, которое мы не видим до конца, только верхняя грань этого безумия, верхний такой, знаете, айсберг, а что там внутри творилось, никто не знает. И самое удивительное, что последний концерт Сида Барретта, ну он состоялся, по-моему, в 70-м году, и проходил он так. Естественно, нашлись ребята, которые решили помочь ему выступать, и видно, что он этого хотел, видно, что зачем-то ему это было нужно, хотя он абсолютно был человек, который лишен понятия денег, славы, ну вот зачем-то ему захотелось выступить. И он вышел на сцену, представьте себе ситуацию, выходит человек на сцену, поет он свои песни, поет, первую песню спел, вторую песню спел, и вдруг неожиданно делает так. Он закончил песню без пафоса, без какого-то жеста широкого, просто спокойно. Взял, снял гитару, вот так вот тихо. Положил ее вот так и ушел. На сцене остались ребята, они играли, 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 да играли еще полторы песни, поняли, что делать, собственно, нечего, взяли тоже и ушли. Он не бросил гитару, сказал, возьмите ее, а вы меня не понимаете. Он не сделал это с каким-то вызовом, с каким-то жестом. Он просто вдруг понял, что этот мир ему неинтересен, и в нем он находиться не хочет. Но уходить в потусторонний мир он тоже не собирается. Он просто взял и выключил себя полностью из всей жизни. А потом он пешком ушел домой к себе в Кембридж. И там прожил еще 40 лет. Если мне сегодня сказать, что такое Пинк Флойд, если бы еще 10 лет назад вы меня спросили, я бы ответил, конечно, ну это Дэвид Гилмор, это вот эти прекрасные. А сейчас я вам скажу, что нет. Пинк Флойд это Сид Барретт. Со всей своей огромной, с точки зрения лет, и очень трагичной, с точки зрения сути, вот жизни. Еще раз, многие спросят, слушай, подожди, но мы послушали этот альбом, мы не понимаем, что там такого? Сегодня так все играют, да? Нет, ребята, все-таки для 1967 года это была абсолютно прорывная история. И это касается не только Интерстеллара, где, по сути, первое в использовании инструментов музыкальных в немузыкальном смысле. то есть не просто а вот какие-то звуки, какие-то какие-то отдельные ноты, какое-то шумовыделение. Ну то есть полностью сломан был, сломано было понятие музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент превратился музыкально-шумовой инструмент, и шум от этого инструмента вдруг неожиданно тоже оказался музыкой. Музыкально-шумовой инструмент это то, что сделал Сид Барретт из гитары. Это не инструмент, который играет ноты. Это инструмент, который играет звуки, шумы и так далее. И все это вместе называется тоже музыкой. Это раз. Во-вторых, во всех его песнях, которые есть в этом альбоме, если вы внимательно послушаете, еще раз говорю, вы поймете, что это песни странные. В хорошем смысле слова. Они не какофония, они не что-то... Когда человек не изобретал, что-то ради того, чтобы сделать просто криво, косо, потому что так никто не делал. А это была совершенно оформенная история. Была простая, но в своей простоте она была очень необычная тогда и остается необычной сейчас. Конечно, многие из вас по рекомендации, может быть, послушают этот первый альбом Piper at the Gates of Dawn. Можете скачать его и послушать. Многие скажут, что нет, это не мое. Традиционный Pink Floyd мне нравится больше. Но без этого альбома традиционного Pink Floyd просто не было. А этот альбом без традиционного Pink Floyd существовал бы. Вот, собственно, почему он великий. Это все, что существует о Pink Floyd? Да, конечно же, нет. Бегите и смотрите фильмы. Вся информация, которую я вам рассказывал, была получена из тех же фильмов, которые лежат в этом же доступе, в свободном доступе в интернете. Просто это то, что мне кажется важным, когда вы меня спросите о Pink Floyd. Если вы меня хотите спросить о другой какой-нибудь группе, я готов рассказать и о ней. Напишите в комментариях, о какой группе рассказать вам. Если ваше предложение совпадет с тем, что мне нравится, тогда получится еще один выпуск. Ну, а пока, друзья мои. А пока, пока. Пока.